Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кировской области лишь один процент работников может похвастать такими доходами. Это пятое место в стране с конца. Лидер по доле низкооплачиваемых работников Дагестан. Там треть зарплат не достигает 15 тысяч в месяц. В целом по России каждый одиннадцатый работник получает до 15 тысяч. Программа Экономика. Инвесторов в Кировскую область будут привлекать с помощью вычета. Зак Собрания одобрило новую меру поддержки. Организации при реализации инвестпроектов могут применять снижение налога на прибыль в виде инвестиционного налогового вычета. Пока инвесторов поддерживают льготами по налогу на прибыль, но они не востребованы. За четыре года число компаний, которыми воспользовались, снизилось с 14 до 3. Новые преференции смогут получить частные инвесторы, чьи проекты включены в перечень приоритетных в Кировской области. Самые большие вычеты до 90% расходов для обработки древесины, производства лекарств, машин и оборудования, компьютеров и электроники. Чиновники рассчитывают, что инвесторы принесут в регион порядка 6 миллиардов рублей до 2025 года. Бюджет будет получать около 300 миллионов рублей налогов. Объем выпадающих налоговых доходов составит 200 миллионов. Около сотни кировчан заинтересовала сельская ипотека. С этого года по госпрограмме можно получить деньги по льготной ставке от 0,1 до 3%. Купить можно дом или квартиру, а также землю под дом или получить деньги на строительство дома на уже имеющемся участке. По данным Кировского управления Росреестра, к середине ноября права оформлены по 111 договорам купли-продажи и 5 договорам участия в долевом строительстве. В завершении о валютах. Доллар сегодня 75 рублей 76 копеек. Евро стоит 89,93. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101 ФМ.